В январе 1539 года на Вавиле празднуется помолвка самой старшей дочери Бонны Сигизмунда Изабеллы с Яном Заполеей, королем Венгрии. Но ягеллоны недолго владеют Венгрией. В следующем году Ян Заполея умирает. О своих притязаниях на венгерский трон объявляют Габсбурги. Они требуют от королевы Изабеллы, чтобы она покинула Венгрию вместе со своим недавно родившимся сыном. Вопреки королеве Бонне, Сигизмунд Старый старается урегулировать конфликт с Габсбургами и отказывается от своих прав на наследство, оставшиеся от Людвика, короля Чехии и Венгрии. По давнему соглашению, Сигизмунд Август должен жениться на дочери Фердинанда I Елизавете. 7 мая 1543 года в кафедральном соборе Вавеля австрийская принцесса становится королевой Польши. Польское телевидение и киностудия «Перспектива» представляют фильм «Королева Бонна». В главной роли Александра Шленска. Сценарий Халины Аудерской по ее одноименному роману. Художник Анжей Халинский. Художник по костюмам Барбара Птак. Художники-декораторы Эва Браун и Мария Осецко-Куминек. Композитор Здислав Шостак. Директор Константы Левкович. Оператор Зигмунд Самосюк. Режиссер Януш Маевский. Часть седьмая. «Перспектива» Синьор Марсупин из Вены, секретарь королевы Елизаветы и переводчик. Там, где сердца соединяет любовь, переводчика не надо, но мы очень рады. У дочери нашей, Изабеллы, нет в Семиградье ни опекуна, ни переводчика. Она знает венгерский язык, а всемилостивая государыня не говорит по-польски. Кто я? Я имел в виду молодую королеву. Скажи этому слуге Габсбургов, что в Польше и на Вавеле есть только одна королева. Как же он будет обращаться к своей госпоже? Ко мне пусть не обращается никак. Постараюсь объяснить. Спасибо. 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 Какая жалость, что уже нет в живых Кшитского. Он бы увековечил торжество призабавными стихами. Панегирик Яницкого довольно жалок. Седлайте резвых скакунов и мчись в погоню быстро, и королева станет ближе. Инкредибели. Какая погоня? За кем? Ее прислали сюда насильно. Вас могут услышать, учитывая интересы Изабеллы. Верно, Изабелла. О Боже. Дай мне терпение. Благослови, по крайней мере, королевское ложе, а мне дай одно – терпение, безмерное терпение. Благослови, по крайней мере. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создал DimaTorzok Дима Торзок 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 Не разговариваю с вами в замке, а вы пришли сюда. Зачем? Что случилось? Самое худшее, что могло случиться сразу после свадьбы. Уже вторую ночь королева спит одна. Как это так? Он оттолкнул ее? Нет, нет. Он пришел к ней в первый же вечер. Но она так разволновалась, что упала. В обморок. Надеюсь, припадка не была? Увы, был. Я скрыла это даже от вас, потому что думала, надеялась, что может в следующую ночь. Но нет. Едва он вошел, она снова потеряла сознание. Король догадывается, что это приступы тяжелой болезни? Я сказал ему, что она слишком молода для супружества. Цу Юнг. Вздор. Ей 17 лет. Завтра все станет известно. Вы должны объяснить принцессе, как важно, чтобы она любой ценой совладала с волнением. Именно потому, что она знает и страстно желает этого, у нее начинается припадок. Какое несчастье. А я только что кончил очередное донесение. Молодой супруг очень красив и, кажется, обладает высокими достоинствами. Однако до сих пор опасается матери. Зато король Сигизмунд обожает молодую королеву, а придворные не спускают с нее глаз. Немного терпения. Я написал немного терпения. Я должен был это написать. Нельзя волновать Венский двор. Однако же причина не шуточная. Ее вообще нет. Делайте, что хотите, фройлинг Катрин. Супружество должно быть осуществлено любой ценой. О, Боже! О, мой Боже! Вы плачете? Мне осталось только одно. Погасить все свечи и залезть под одеяло вместо нее. Фройлинг Хельцелин. Ни о чем таком я и слышать не желаю. Даже говорить об этом не будем. Жаль. Хотя... А что? Это идея. От твоих рук исходит какой-то таинственный флюид, который успокаивает боль, отгоняет дурные мысли. На сей раз не прогонит, милостивая госпожа. Что ты хочешь мне сказать? Молодой король, наверное, еще даже не знает. Но фрейлина Елизаветы даже не пробует притворяться. Не мучай меня. Елизавета упала и покалечилась. Это что же, рана серьезнее, чем предполагалось? Она падает часто, коченеет и теряет сознание. Мадонна Санта. Не может быть. Си, сеньора. У нее тяжелая болезнь. И вроде бы с детских лет. Как же так? И никто об этом не знал? Ни король, ни Мациевский. Выходит, никто. Ее камеристка клянется, что даже Марсупин узнал о болезни королевы только сейчас. Марсупин лжет. Канцлер выбирал из множества королевских дочерей с такой осмотрительностью и с ведома короля. И кого же он выбрал? Эпилептичку. Это супружество можно объявить недействительным, ежели оно не свершится. А если свершится, через 9 месяцев в золотой колыбельке будет биться мой внук. О, Боже. Это было бы еще большим несчастьем, чем несвершившийся брак. Молодой король суеверен. Можно внушить ему мысль, что в Елизавету вселился злой дух. Тогда он отстранится от нее. Хочешь, чтобы мой сын верил в суеверие, и это теперь при Копернике. Этот человек утверждает, будто Солнце неподвижно и является центром мира. И что Земля вращается по небу вокруг Солнца. Если это так, то, быть может, все то, что я сделала и к чему стремлюсь, всего лишь призрак. Ошибка? Всемилостивая госпожа, уйди. Я должна собраться с мыслями. Редактор субийского Я уже давно жду. Ее Королевское Величество сейчас не может вас принять. Может мне прийти позже? В третьем часу королева занята. Тогда через два часа и в четыре занята. Тогда я буду ждать. Ее Королевскому Величеству это известно. Ее Королевское Величество просит вас. Что за срочное дело привело вас чуть ли не на рассвете ко мне в замок? Ваше Королевское Величество, поверьте мне, я выполняю только предписание моего господина Короля Фердинандуса. Хорошо. Тогда говорите. Прошел уже месяц со времени великолепных свадебных торжеств. Короче. Всемилостивая Государиня, я облечен полномочиями спросить, почему молодой король никогда не выезжает с супругой на прогулку, не сидит рядом с ней за столом, не навещает ее днем и не выказывает никаких видимых знаков любви. Отчего же вы спрашиваете об этом меня? Король сам хозяин своей судьбы и не гоже посторонним вмешиваться в его дела, касающиеся пиршественного стола или ложа. Ты поддерживаешь жалобу? Муж никогда не навещает тебя? Иногда, по вечерам и ночью, изредка и ночью. Боже мой, королева еще так молода, так робка, боится сказать, едва решается взглянуть на короля Августа. Чрезмерно робкая и весьма неловкая. Постоянно оступается, падает, ушибается. Как твоя рука, моя дорогая? Ничего, совсем не болит, но пугает. То нога забинтована, то рука. Ваше Величество, синяки и царапины на детских ножках не отпугивают матерей. Полагаю, что точно так же не должны быть холодными чувства королевской семьи к дочери короля и племяннице императора. А известна ли вам причина чрезмерной робости племянницы императора? Но я совсем здорова. На самом деле здорова. Эта вспышка гнева делает тебе честь и опровергает легенду о болезненной робости, недостойной королевы. Сами видите, для жалоб нет оснований. Но, король Фердинанд, вы находитесь в замке польского короля и подчиняетесь нашим законам и обычаям. Иначе, что иначе, я буду вынуждена считать вас шпионом. Ваше Королевское Величество, вы обижаете меня, оскорбляете. Баста! Можете написать своему господину в очередном доносе, что вызвали полное отвращение у королевы Бонны. И покуда не придут известия о здоровье моей дочери Изабеллы, он не получит никаких сведений о здоровье его дочери Елизаветы. Однако же, Ваше Величество, аудиенция окончена. Каковы последние донесения Марсупина? Одни только сплетни и злоба. И по-прежнему ни слова о преданном. Похоже на то, что они только собирают надлежащую сумму. Тогда отсчитайте из моей казны 10 тысяч дукатов казначею молодого короля. Но Август не должен об этом знать. Понимаю. Еще заплатите аванс скульптору Джанотти. Грация. А вы, докторе, останьтесь. Что делать? Как отвезти Августа от ложа? Как отвлечь его от ложа Елизаветы? Если мне говорят правду, он не приближается к ней после первого же приступа. Ох, если бы так и было. У Елизаветы не должно быть потомства. Это наследственная болезнь. Так утверждает медицина, но если бы удалось доказать, что это брак нон консуматум, незавершенный, Август мог бы обратиться к папе с просьбой о разводе. Фердинанд применил бы все свое влияние, чтобы не допустить этого. Да, разумеется, но если бы удалось отодвинуть Августа от нее, естественным образом, если бы он уехал, но куда? В Литву? Великокняжеские волости нуждаются в хозяйственном надзоре. Хорошая мысль. Хорошая мысль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы не могли бы, государь, уделить мне пару минут? Не теперь. Фридж, я слышал, что молодой Ласский продал бы купленные после смерти Эразма Роттердамского книги из его библиотеки. Это правда? Да, Ваше Величество. Я привезу эту библиотеку. Я сам прикасался к страницам тех книг. Помни, что я охотно купил бы их. Вы, государыня, не уделите ли мне несколько минут? Си. Приходи ко мне. Вечером? Нет, позже. В полночь. Продолжение следует... Эльжбета сегодня выглядит, как будто здоровее, веселее. Да. Она поистине, как весна. КАРО МИО КАРО МИО Как в море. Но я не могу. Не могу справиться со своим отвращением. Тогда... Поезжай в Литву. Нет, Великий Князь не поедет в Литву украдкой. Нет, Великое Княжество нуждается в надзоре хозяина. Ты поедешь с Великим Почетом, в окружении собственного двора. На какие деньги? Вена ни гроша до сих пор не выплатила из приданного. Не выплатила, а, быть может, и вовсе не выплатит. Но... Мой кошелек, как всегда, открыт для Августа. А Эльжбета останется здесь? Ну, конечно. Она нуждается в постоянной отеческой опеке. Королю она пришлась по душе. Такая тихая, кроткая. Он будет о ней заботиться. Как они там, об Изабелле. Одно только я должна знать. Ты уверен, что не покидаешь жену? В тягости. Ее? В тягости? Матушка, когда же мне ехать? Да хоть на будущие недели. Первого августа. В день моего рождения. Это может быть доброй приметой. Езжай в Литву. Август. КОНЕЦ 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 Как давно, но как же давно мы не подслушивали вместе с вами. Оставьте, пан Станчик, а если от любопытства меня так распирает, что еще минута и я лопну. Правду ли сказывают, что молодому королю вы приготовили в дорогу 40 серебряных кубков и золотых цепей множество? А если и так, что в том дурного? Это означает, что у него появились новые друзья, или что молодой король неплохо там развлекается? Ну так и что с того? Бедная наша молодая королева. Совсем тут у нас от тоски высохнет. Нет, заменить неверного супруга кому-то предстоит. Да ты никак спятил. Но я ведь не о себе думаю, не о себе думаю. Я и кончиков ее пальцев не коснулся ни разу. Но теперь довольно. Тут всюду глаза и уши. Тогда наш молодожен скоро станет обладателем всех сокровищ, кроме единственного, самого дорогого и почетного. Золотые доспехи вы ему тоже высылаете? Успокойтесь. Ни золотых доспехов, ни золотой колыбельки. Колыбель пуста? Ну так возьмемся все за дело. Чтоб у тебя язык отсох. Если бы любое желание исполнялось, у нас на Вавиле давно не было бы ни итальйского дракона, ни его верных прислужников, к ногам которых я припадаю. Проклятый шут. Припадаю, припадаю. Не нужно так волноваться. Доченька наша, Изабелла. Мы точно с таким же тщанием окружаем Елизавету, с каким вы очень не вовремя. И я, и моя новость, которая, к сожалению, очень важна. Что случилось? Эльжбета опять больна? Хуже. До окраин города дошла эпидемия чумы. Уже есть смертельные случаи, их много. Немедленно готовьте повозки. Едем в Неполомицы. Сантиссимо. Зараза всегда добирается и до Литвы. Пошлите туда немедленно проворного человека. Пусть разыщет молодого короля, да разузнает здоров ли. Пошлю Астою. Он очень проворен. Отправлю уже сегодня. Тол��. Толи. Субтитры создавал DimaTorzok Хозяйку этого замка, Барбару Радзивилл Я была здесь хозяйкой Теперь Гераноны собственность королевы Только из-за чумы отложила свой отъезд Здесь опасность не столь велика Для меня великая Отчего так, государь? Неужто вы не знаете? Хотела бы возразить Но не могу Знаю Черные вам к лицу Но это одежды вдовьи? Да Вы обещали их снять Еще вчера? Сегодня вечером Исполню обещание Милостивый государь Наливай, не спрашивай Давненько так не хотелось мне осушить кубок вина Давно, видать, повелитель наш вы на мишку не охотились Давно? Да вы шутите, видно Раз только ребенком видел его вблизи, да и то в клетке Братья мои любят ходить на медведя с копьем Медведь бурый, я рыжий Силой померяться можем Мы, Радзивиллы, все силачи Рыжий Радзивилл черному ни в чем не уступит Он ломает кубки, и я гну подковы Как вижу, ваши непроходимые чащи приготовили нам немало сюрпризов Полно, какие там непроходимые Королева Бонна обмерила их вдоль и поперек И собственными ногами, и ногами верных слуг своих В наших лесах нет для нее больше тайн А вот и гонец Сам пан Подскарбий А, воеводы Виленский А глядите-ка, и тут нас нашел Заразиво след я, почитай, всю Литву объездил Побывал во всех градах и весях Было мне и поручение дано Непременно вас, господин мой, отыскать Двор встревожен Вот уже две недели королевы гонца не присылали Да, совсем забыл А стоя, отправьте кого-нибудь в Неполомицы С устным донесением? Сегодня с устным Вели сказать, что я здоров и все больше пропадаю на охоте А завтра напишу письмо Милости прошу к нам в гости на ужин Тут у нас отличное венгерское Наливай Выпьем чуме на погибель На погибель На погибель И за ваше здоровье Ваше здоровье, государь Здоровье, его величество Здоровье, государь Здоровье, государь Здоровье, государь Учение Здоровье, государь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подождать надобно Не завтра, так послезавтра Сожмешь кулак, а он там Поймаем его, как муху Сжать кулак? Неплохая мысль А может вот так еще, только не теперь Нет, еще минутку Мне страшно Мне кажется, за каждым углом кто-то прячется, следит Братья тоже не спускают с меня глаз Знаю Но я не выношу, когда мне перечат Светлейший господин мой Ваших возражений тоже В любви столько же оттенков, сколько увьющихся роз Белые, розовые Красные Верьте мне Моя любовь под стать вашей Пурпурно-алая О, господин мой Господин и король Гонец прибыл, он привез только устное донесение Молодой король здоров Охотится в рудникской пуще Охотится и не пишет Еще в сентябре Гонцов посылал чуть ли не через день Что там могло случиться? Нужно послать Гонца к Глебовичу Он скажет правду А Эльжбета? Получала ли она от Августа письма? Он никогда не пишет ей О Боже Задержи Гонца Пусть отвезет письмо Глебовичу Я должна знать, где он, что делает Почему молчит? Я рад, что мы тут одни Уже давно спросить хотел Каково ваше суждение О последних нововведениях в Литве Надежны ли ревизоры? Ваши милости, они известны? Нет, это люди моей матери Но вы, государь, должно быть, видели новые поместья? Стада, табуны, лошадей Разве я мог? Вы ведь уверяли, что повсюду чума Да, это правда И то верно В геранонах лучше Не так опасно Да, не так опасно Хотя ваш подскарбий Жалуется, что припасы подходят к концу Трудно поверить Неужто у него нет доступа к королевской казне? Я бы такого распорядителя прогнал Чего он тут сидит? Пусть отправляется в Вильну Туда со всей Литвы Золото и серебро вазами возят Все это ваше, королевское Да вы, как я погляжу Надумали играть со мною в прятки Я же предпочитаю выложить карты на стол Вас удивляет, что я лишь именуюсь королем, да? Я никогда бы не посмел Никогда не осмелился бы Просто, будучи старше вас летами И немало по белому свету поездив Многое вижу в ином, более ярком свете Слишком ярком Но огорчает меня Искреннего поклонника и слугу вашего Что на свете существует власть без власти Что вы, имея поддержку почти всех литовских вельмож Жестоко обиженных королевой Не хотите править самостоятельно Здесь, в Литве Быть может, вы забыли, что я уже давно Коронованный великий князь и государь литовский На бумаге – да Но тот, кто не вершит суд А прежде всего не распоряжается казною Никогда не будет настоящим правителем Ну что ж, я бы мог устроить торжественный въезд в Вильну Впрочем, нет Даже на это нужно согласие короля Даже на торжественный въезд Смею заверить, что в наших силах Сделать вас, Ваше Величество Истинным правителем Ну а потом Старый король должен будет признать вашу власть Хотя бы здесь Глебович, опора королевы Будет чинить препятствия Можно выступить с предложением Принять закон За остальных магнатов я ручаюсь Я могу это устроить, Ваше Величество Поговорить с людьми Но очень осторожно Чтобы ни одна сплетня не добралась до королевского двора Столь дурные вести Более чем дурные Ужасные Глебович сообщает, что вельможи в Литве Вступают в тайный сговор против меня Кто может освободить их от ненавистной боны? Ну разумеется, молодой король Глупец Который еще не понимает Как могут отомстить те Кого отстраняют от должностей Лишают незаконных владений Дукс Литуания Да ведь он пока никто Государиня, а вы поедете туда? Это сейчас? Когда король за ним мог? И его носят в Паланкине Был бы Август Сейчас со мной А не в Литве Далеко Один Как прошла ночь Ваше Величество Прескверно Все суставы Все кости разболелись Придется лежать на пуховиках Вы слишком долго Спали на медвежьих шкурах А что пишет молодой король Не знаю, что и сказать Плохие Плохие дела Радзивиллы чуть ли не бунт подняли Подговорили Августа Устроить торжественный въезд в Вильню Въезд Яко великого князя Да Грозит нам, что ежели не получит полной власти Разведется с Эльжбетой Теперь и жена в ход пошла Пишет Я король, а негде с женой поселиться И это пишет Август Кто бы мог подумать Безгранично вам преданный Послушный Литвины сеют смуту Решили нас поссорить Он знает, как вы любите Елизавету Мечтаете дождаться внука И наносит удар Меткий На итальянский манер Разумеется Когда-то это должно было случиться Я могу отложить решение Сослаться на болезнь Но надолго ли меня хватит Что это значит Вы хотите передать в его руки Верховную власть над всем княжеством Все лучше, чем явный бунт А я? Если он и впрямь будет там править Кем буду я? Великая княгиня Литовская Что станет с моими замками Поместьями Нововведениями Казна Великого княжества Останется в моих руках Но пусть ставит свою печать Под новыми актами и декретами Так не должно быть Это провал Полный провал Если ему суждено править страной после меня Пусть учится искусству управлять людьми Искусству нелегкому Он должен был служить нам А не управлять Напомню, что это по вашей воле Он еще ребенком был избран Я сделала это в интересах династии В интересах династии А династии Это только навредило Мне напомнить вам Что постановил Коронационный сейм Такое беззаконие Не должно больше повториться Избрание только после смерти предшественника И к тому же на сейме Куда может приехать любой человек Вся шляхта После августа Они выберут того, кого захотят Пререкаясь Выберут кого-то из многих депутатов Мадонна Санта Лесник, сажая дерево Не думает о том, что оно когда-то может придавить И его во время бури Ведь и вы не предвидели этого О боже О чем мы говорим Династия не кончилась Только бы до развода не дошло И тогда через год или два Родится Ягеллон Сын Августа И о другом кандидате В этой стране никто даже и не подумает Я уверен в этом Дожить бы мне до этого часа Ни о чем другом не мечтаю Ни о чем Бог свидетель У стен этого замка Есть уши Поэтому я решил Объясниться с вами тут Не откажитесь только выслушать Мне страшно Это дурное начало Зло это только мнимое Я выиграл сражение И уже к концу октября Буду править в Литве Как дуг с Магнус Но король поставил мне одно условие В нижнем замке Я должен поселиться не один С супругой С Елизаветой Не забудьте Что она племянница императора Италийское наследство моей матери В руках Габсбургов Я не могу впутывать в это Елизавету Не зря меня мой брат Рыжий предупреждал Будешь игрушкой в королевских руках Но кузен ваш Черный Радзивилл Умнее Он принимает жизнь такой Какая она есть Советует согласиться на все Лишь бы получить власть Это значит, что я Это ничего не значит Пусть Елизавета живет в замке Если такова воля отца А с вами мы будем встречаться в Вильне Так часто, как вы согласитесь Мое согласие Оно значит так же мало, как я сама Клянусь Никого на свете я не люблю так, как вас Верьте мне Вас и только вас Навсегда В фильме снимались Александра Шленска Здислав Козень Ежи Зельник Божена Адамек Петр Горлицкий Здислав Вардейн Лидия Корсакуна Ежи Камас Ян Махульский Петр Фрончевский Александр Гонсовский Анна Дымна Ежи Треля Богуслов Сохнацкий Хенрик Биста Марек Кондрат Мария Чиж Алицья Яхевич Александра Сикорска Стефан Шмидт Анджей Барановский Станислав Затлока Ирена Карель Ханна Станкувна Молгожата Зайончковска Ян Стерминский Звукооператор Ежи Блошинский Монтаж Янины Недвецкой Художники по гриму Ирена Косецка Ирмина Романис Янина Сенковска Консультанты Анжи Ивычанский Болеслав Пшибышевский Анжи и Барбара Фишингер Анжи и Болеслав Сенковска Анжи и Болеслав Сенковска Анжи и Болеслав Сенковска Анжи и Болеслав Сенковска Субтитры создавал DimaTorzok